Топ вопросов от населения последнюю неделю возглавляет блок медицины. Нехватка специалистов, очереди в поликлиниках. Количество заболевших коронавирусной инфекцией растет. В сутки фиксируется больше 300 случаев. Это почти вдвое больше показателей августа. Министерство здравоохранения не берется давать прогнозы. Однако в одном уверена точно, ситуация не изменится, пока уровень вакцинации в регионе не достигнет 80%. Очень высокий процент бессимптомных форм течения заболевания. Вчера это было 7%. То есть люди просто обследуются. Легкое течение заболевания 75%. И далее идет 10% это среднее тяжелое заболевание. И тяжелое, к сожалению, тоже имеется. При нынешней динамике вакцинации выработать коллективный иммунитет невозможно. Это отметил глава ведомства Александр Гошков. По статистике в зоне риска находятся те, кто регулярно контактирует с большим потоком людей. И если медработники и педагоги идут на прививку охотно, то продавцы значительно реже. Кроме того, важно самостоятельно поддерживать иммунитет, следовать рекомендациям врачей, не переохлаждаться и не перегружать организм. Самая главная задача, понимаете, это не ограничение, это не покупка там ученых кого. Самая главная задача сейчас – спасти жизнь, спасти жизнь, спасти здоровье. Потому как, не дай бог, кому-либо опыт COVID-19, но люди, которые переболели, с которыми мы разговаривали, они отмечают, что это как крайне тяжелое заболевание. И буквально там 10 минут назад мне просто прислали фотографию с красной зоны, что происходит, существует на уровне наших пациентов. Людей волнует и наличие бесплатных медикаментов, которые способны побороть вирус. Много жалоб на то, что дождаться свою пачку таблеток просто невозможно. Проблемы с поставкой действительно были, однако сейчас ситуация положительно изменилась. Из регионального бюджета области были выделены средства в размере 40 миллионов рублей для закупки лекарственных препаратов, лечения новой коронавирусной инфекции пациентов на дому. Вчера у нас поступил первый лекарственный препарат «Умифенавир» – противовирусное лекарственное средство в количестве 20 720 упаковок на сумму более 9 миллионов рублей. Далее по распоряжению Министерства здравоохранения все препараты будут распределены в поликлиники и больницы Ульяновской области.